Блин, вот эти жилоб дела. Там борщ плавает вместо антифриза, ну такой мутный-мутный. Антифриз, нахуй, блядь, борщ, с турбины капает. Только все, что я сказал, это действительно правда, в отличие от объявлений. Ходи правать, они не смотрят на это, они меняют все. Вылазить мне из него не комфортно. То есть, не жопать. Классный красный салон. Друзья, всем привет! В этом выпуске вы наконец-то увидите ответ, почему же я стал перекупом. И, кстати, что со мной не так в этом видео, кто в комментариях напишет, тот большой молодец. Когда я нахожусь в Европе или же не в Украине, есть места, гостиницы, из которых не хочется уезжать, вот эта гостиница именно такая, она находится в месте, я не могу передать, она далеко от города, ну как далеко, километров 8, наверное, но она расположена таким образом, что город сзади, за холмом, его не видно. И здесь дальше только природа, поют птицы. Просто обалденное ощущение. Не хочется уезжать, но пора ехать смотреть. Перед тем, как мы уже собрались ехать в сторону домой, ну, забрать Мерседес и поехать домой, появилась в объявлениях еще одна свежая машина. Ну, то есть, она появилась, она свежая. Мы звоним, он немец, она немка, продает семейная пара. Есть у них там какой-то легкий семейный бизнес по продаже автомобилей. Они машинами продажей занимаются, но это немцы. Немцам можно верить. Подкрашена передняя левая дверь, и все. Машина вся по сервису, есть сервисная книга, есть вся история чистая, прозрачная. Едем к немцам смотреть машину. Немцы же не обманывают. Аудиоперный театр, блин. Прямо по ржавчине, ну ты бедный. Русский колхоз присутствует. Это тяжело, она запустилась. Аккумулятор у нее дохлый. Но работает, а ну дерни капот. Работает вроде нормально. Блин, вот эти жлоб дела прям сразу и по резинкам, и по колпачкам. Ну, как бы колпачки поснимали. Где-то чувствую русский охот. Или же украинский. Надо отсюда выехать. Там борщ плавает вместо антифриза. Ну, такой мутный-мутный. Задняя правая всаженная. Так, что у нас с проемчиком? А говорили, что ж... А подкрашена здесь что, только одна дверь, да? Сто семьдесят пять. Крышка тоже. А здесь они меняют коробку, если надо. А почему здесь менять? Менять коробку не надо. Ее надо калибровать. Калибровать они не смотрят на это. Они меняют все. Так, даже новая механика меняет. Смотри, оно даже если новая, все мог у него работать. Пока нет калибруешься. Ну, конечно, пока не нет. Да, задишь. Он снимает файл. Смотрит, что не так. Смотрит толщину. Смотрит каждое приключение. Как же жима надо иметь, что про ДСГ? Да, про ДСГ. Я оказался прав. Автомобиль продает русский хитрый Дмитрий и его друг турок. Непонятно, каким боком здесь немец, но немца мы так и не увидели. Он так и не приехал. Машина. Вот эта стоила 19 тысяч евро. Это был самый ужасный экземпляр, который мы смотрели за эту поездку. У нее двигатель колбасит, очень неровно работает. Там борщ плавает вместо антифриза. Очень мутная чача. Маховик. Даже не маховик, а демпферный маховик. Вот так впереди, кто знает, аудюшники. Стоит. Он разваленный. И там все так болтается, все трусится. Короче, машина очень не стоит этих денег. Си-4 хер знает. Не, я говорю за нету. Ну, а так она сколько стоит? Давай предложим. Да? Так они хотят, блядь, 19. Ну, такое. Турбина ссится. Это ж было заявлено, что у нее крашена только одна дверь, правильно? Да. У нее крашено, зафигачено правое крыло заднее со шпаклевкой. Или это не та машина? Да, да. Алло. Брат. Да, брат. Слышишь, батик? Ну что, я посмотрел эту ауди. Правая сторона заваленная со шпаклевкой. Там все подертое, там все подертое, суппорта баллончиком покрашены. Тут работает Дима русскоговорящий, блядь. Мы с ним поберели, нахуй. Я говорю, слушай, я даже торговаться не хочу за твою машину. Не потому, что там она плохая, не потому, что она хорошая. Ну, она уже в вафли. Антифриз, нахуй, блядь, борщ, хуй, с турбины капает, блядь. Демпферный маховик. Как работает, Витя, что, блядь, его кидает, как собака. Знаешь, тряпку, когда вот берет и головой... Ну, то есть, ты понял, чем я тебе говорю? Он нормально бабок стоит, его надо менять. А дальше? А дальше отчаяние у Володи на глазах. Дальше нечего смотреть. Машин больше нет, поэтому едем в сторону Франкфурта, поближе к Мерседесу. Потому, что за Франкфуртом Кёльн мы были на юге. Все, машин нет. У нас сейчас уже есть идея и пишем такой легкий сценарий на тему, какие же автомобили дешевеют быстрее всего. И, посмотрев вот на вот этот вот автомобиль... Изначально этот автомобиль стоил 149 тысяч евро. В частности, вот этот покупался за 149 тысяч евро в 2018 году. На данный момент стоимость этой машины 78 тысяч евро. Я думаю, что эксплуатация с 2018 года. Думаю, что с 2018 пошли именно вот такие вот модели. Это 1,5 литровый бензин. Ну, такое. Гибрид шикануть можно. Нажимаем кнопочку. И дверь сама не открывается. То есть, ее еще надо тянуть наверх. Она на амортизаторе поднимается. Оно такое. Кстати, сейчас попробую залезть в этот автомобиль, потому что я видел много людей. Я на нем ранее никогда не ездил. На нем никогда не сидел. И очень неудобно в него залазить. Ну, что, делаю попытку залезть. Блин. Как бы головой не удариться об двери. Так, а как сюда залазить? Наверное. Ну, упал. Залез легко. Значит, я еще не толстый. Потому как есть моменты, видел, где не очень хорошо вылазить с этого автомобиля. Особенно люди полные. Я, кстати, тоже не худенький. Сейчас попробую, кстати. Сейчас, наверное, будет ржак. Ручки здесь нет. Операция приходится вот так. Для того, чтобы вылезть, нужно перелезть через этот порог. То есть, надо свою попу поднять и перенести туда. В это же время выставить ногу. Сейчас попробую, как это. Если что, сильно не ржать. Ноги у меня короткие. Значит, надо поднять. Блин. Ну, такое. Честно говоря, вылазить мне из него не комфортно. Значит, по салону. Классный. Ну, в смысле, они не замученные. Нигде ничего не затерто. Эффект нового автомобиля. Так, а ну-ка, по поводу пробега. Так, сейчас я. Где старт-стоп? Чпунь. Итак, смотрим, какой у него пробег. Тридцать тысячи у него практически пробега. Телефон. Можно типа вложить. Интересно, зарядка у него будет. Восемнадцатый год. Телефоны уже были большие. Сейчас. Телефон даже сюда не влазит. Значит, с учетом того, что вот оно раздвигается аж вот так. Показываю. Хоп. Не влазит. Соответственно, не пойму, есть ли тут беспроводная зарядка или нет. Ну, не нарисовано. Неудобно. Честно скажу, неудобно. Наверное, мне надо похудеть килограмм на 20, и тогда будет. Тогда, может быть, будет удобно. Не знаю. Ребят, худенькие, отпишитесь, удобно в такой автомобиль залазить или нет. Оказывается, в эту машину надо залазить правильно. Володя сейчас покажет. Так же выходим. То есть, не жопой вперед, а ногой вперед. И этот парень больше, чем я, весит. Это я, не обученный нормально вылазить. Классный красный салон. Кстати, есть идея покататься по разным странам и поснимать ретроавтомобили. У кого какие идеи? Будет ли вообще это кому-то интересно? Потому как я действительно вижу, ну, такое немалое количество ретроавтомобилей. И есть места, где их поснимать. Но вот будет ли это кому-то интересно? Не знаю. Напишите в комментариях, нужно или не нужно. А я пока пошел искать Ауди, которая где-то уже должна была приехать. Друзья, и вот теперь самое интересное. Почему же я стал перекупом? Я ждал, пока этот автомобиль продастся. Потому что это не моя история. Это история Володи. Но Володя все время находится в Германии. И этот автомобиль не продался, потому что он просто не успел. Поэтому эта машина, которую мы сейчас будем осматривать, она сейчас в продаже в Киеве. Она одна в Украине. Продается трехлитровая Q5. И это речь про ту машину, которую мы сейчас будем смотреть. В Германию мы действительно ехали за двумя автомобилями. Это Мерседес и это Ауди. Мерседес тяжело, но нашли. Ауди А6, А4. В общем, полноприводный универсал или же седан мы просто не нашли. Их живых нет. Но по случаю мы решили приобрести вот эту Q5. Почему так? Потому что для того, чтобы не ехать в принципе без ничего, вот эту машину Володя взял себе. Я очень почему-то думаю, что скоро эта машина всплывет где-то в Авторьер. И будет очень смешно, если мы же эту машину и будем выбирать. А будет она продаваться по невысокому ценнику. Машина приехала. Действительно, был на мойке внуши пеной. Просто караул немереный. Это все равно, что она была пыльная. Ну ладно, побежали. Времени мало. Сразу смотрим по покраске. 136. Пока норма. 131. Болты не откручивались. 126. 153 на крыше. 126. 121. Чемно-серый. 111. Это кожа неубиенная. Компрессор. Этот самый есть баллон. Да, есть. Он который с пеной. 112. Кожа хорошенькая. Ты знаешь, это пока лучшее, что мы видели. Поэтому смотрим дальше. Да, ла-лайка. Три струна нет. Здесь камеры. Камеру поставить недорого. Не часто ее прикуривали, но прикуривали. Так, ну что, побежали. Быстренький тест. 140. А ну, Аталия, это ошибка. 147. А18. 147. А это 918. А А18. Ключ с ДУ-2. Слишком низкое напряжение. У второго ключа села батарейка. Это типа из активных ошибок. Судя по всему, нету. Одна неактивная обогрев лобового стекла. Я так понимаю, подогрев зоны парковки щеток. Потому что обогрева здесь нету. Нет, лобовое греется. Я имею в виду, если есть обогрев, то только зоны парковки щеток. Хотя, тут уже может беспирально использовать. Совсем легкая потертость. И то не факт, надо на свет выехать. Нет, есть очень легкая потертость. Вот здесь, ну такая, грубо говоря, начинает затираться. Так, что у нас? Кстати. Телефон. Большой. Вот этот автомобиль лучше, чем все предыдущие. Ничего по нему кошмарного сказать не могу. Мне пока все нравится. Сейчас будем искать, есть ли тут яма. Потому что Франкфурт и яма это такое. Слегка стремное понимание. Я как-то на Мерседес пытался колеса поменять. И точно так же искал яму посмотреть. Если, кстати, кто не видел, я оставлю ссылку. Это была такая СТО-шечка. Это было именно во Франкфурте. Там, где Мерседес чуть не упал с подъемника. А другие, к сожалению, все заняты. Но сейчас пойдем искать. А если долго мучиться, всегда что-то да получится. Это я к тому, что получилось найти наконец-то живой автомобиль, который еще не продан. Потому что такое количество автомобилей, которое было продано за эту поездку, ну, очень большое. Audi Q5. Это машина 2018 года. Это трехлитровый турбодизель. Это 130 тысяч километров пробег. Это ни одной крашеной детали. Из ошибок все, что у нее есть, это лишь только то, что севший аккумулятор, вернее, севшая батарейка во втором ключе. Все. В общем-то, все хорошо и неплохо. Пошли оформлять документы. И, наконец-то, продается автомобиль. Ни битый, ни крашеный. С оригинальным пробегом. Только пригнано с Германией. Без пробега по Украине. Только все, что я сказал, это действительно правда. В отличие от объявлений. Гостиница. Стоит 50 евро с завтраком. Номера классные, номера уютные. Но я даже покажу. То есть, душ, горшок. Блин, везде. Со всех сторон. Куда ни посмотри, везде. Кондиционер есть в номере. 50 евро. Жара. Кондиционер. Мы до этого оплатили 108 евро. Там не было кондиционера. Здесь за 50 евро есть. В чем подвох? Показываю. Окно. Если его открыть, то можно куда-то пешком выйти. А ну, кстати, давай. Куда мы можем выйти? Ага, вон на улице мы можем выйти. Ну, короче, вот такой вот залет с гостишкой. Поэтому не ведитесь. Когда есть дешевая цена, это наверняка есть какой-то подбух. Хотя не всегда. Я вот до последнего ждал, ждал, ждал. И не верил. Думаю, ладно, повезло, акция, все, класс. Но когда зашел, открыли шторы, я понял, в чем вопрос. Ладно, ушел я в душ. Я как раз попал в тот момент, где на этой земле из-за очень больших дождей пошли наводнения. Многие дороги размыло. Некоторые автобаны, например, в 61-й вообще перекрытым фуры потонули. И поэтому мы сейчас едем обездными путями, смотрим по пробкам, по гуглу, по выезду, сравниваем, где чего, куда, как. Что-то прошло 2 часа, мы еще даже 100 километров не проехали. Как-то, ну, дождя уже нет, уже все хорошо. Но, тем не менее, стихия сделала свое дело. И не очень приятно ехать по таким дорогам, когда вроде бы выезжаешь на автобан, понимаешь, что включаешь круиз на 150-160 километров и пошел. Здесь нифига, здесь приходится объезжать теми дорогами, которые есть. Ну, где наша не пропадала. Я понимаю, что с учетом того, что сегодня пятница, в лучшем случае мы приедем в Украину, это начало следующей недели. И одна из причин, это именно пробки на дорогах в Германии. Только что в новостях сказали, что на третьей трассе, это где мы находимся, вот это Штау, Штау, это пробка, 30 с чем-то километров, 34 вроде или 35, просто караул. Мы периодически сходим на смежные дороги для того, чтобы не становиться в пробках. Ну, 30 с чем-то километров, это как раз там, где было стихийное бедствие, там, где все затонуло, и вот там вот полная беда. Ну, короче, жопа, 30 с чем-то километров пробка. Причем не то, что она едет, она практически стоит. Друзья, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. И действительно, все, что сказано в этом видео про автомобиль, он действительно не бит, он действительно не крашеный. Я его действительно осматривал, и все, что про него было показано, это действительно правда. Ну, а если разобраться до конца, то на самом деле я не перекуп, я просто помогаю Володе, потому что его в Украине практически никогда нет. Ну, как бы там ни было, все равно спасибо, что досмотрели до конца. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Интересно, кто-нибудь вообще увидел, что я уже немножко киборг, или не увидел? Продолжение следует... Из Берлина срочно надо лететь в Эссен, ну, в смысле, до темна, для того, чтобы приехать. Выдали Audi Audi гибрид с пустым аккумулятором, но зато с полным баком. Нет адаптивного круиза, а так хотел протестировать, но нифига. Обычный круиз есть, подруливание есть, адаптивного круиза нет. Audi A3 2020 года, или 2021, не знаю, надо по техпаспорту посмотреть, но свежачок. Прикольный. Сегодня 11 июля, а машина стала на регистрацию 6 июля, то есть 5 дней назад. 5 дней этому автомобилю, 5 дней этому гибриду. Грубо говоря, вот это первый километр. У нее пробег всего лишь 809 километров. Утро следующего дня, гостиница. Недалеко здесь первый автомобиль к осмотру. еду смотреть. Что-то я, наверное, еще не выспался. Кофе нету, еды нету, в смысле завтрака. Карантин и всякое такое. Обычно в номера с собой дают, а тут как-то не очень. Ну, ладно, переживем. Так, где машина? Ага, вижу. Прекрасный экземпляр немецкой техники. Audi A3 с признаками нейтрона. То есть тут и аккумулятор, и двигатель внутреннего сгорания. Объем у него 1,4. А, ну да, машину надо открыть сначала. Сюда зарядочка маломощная. Сразу в комплекте идет зарядка. Ну, как в комплекте. Положили в багажник, чтобы она не пропала. Красота. Эффект нового автомобиля. Силовая установка. Четырехгоршковый. Да. Все интересно, все новое. Как будто только собрали. Охлаждение отдельное для двигателя. Отдельное для батарей. Новая машина это всегда хорошо. Еду дальше. Чуть не забыл. Снова заправка. Одну прощелкал, но на... Я думаю, что это уже будет последнее, потому как нам уже ездить. Предполагаю, что осталось недолго, но там, конечно, будет видно. Но часто, часто и очень часто заправляет этот автомобиль. Во-вторых, он много потребляет бензина. А во-вторых, у него очень маленький бак. У него бак всего лишь, по моим предположениям, до 40 литров. Где-то 37, наверное. Вот. Потому что... Потому что все мало у него. На большое расстояние не хватает. Все. 31 литр.